В эфире программа «По существу» в студии Татьяна Леонтьева. Здравствуйте! Мусорная реформа. К чему она приведет? К созданию новой системы по обращению с отходами или просто к росту тарифов? В Чувашии она стартовала одной из первых по стране в октябре 2018 года. Как реализуется реформа и какие есть проблемы? Поговорим с руководителем регионального оператора Виктором Увагуновским. Виктор Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Вот уже 5 месяцев у нас действует новая система по вывозу ТКО. Расскажите, пожалуйста, насколько сейчас система хорошо работает? Да, действительно. 5 месяцев мы уже работаем и за это время достигли, на наш взгляд, достаточно значительных результатов. Ну, например, охват по населенным пунктам увеличился с 50%, как это было до начала мусорной реформы, до 80% в январе месяце. В феврале мы еще не засекли, ну, то есть он только кончился. Я думаю, что охват будет еще выше. Если мы говорим о количестве населения, которое обслуживается нашей услугой, это более 93%. Ну, то есть вы понимаете, что это практически все население Чувашии. Уровень сбора за это время вырос с 40% до 60%. Тоже считаем, что это неплохой показатель в начале нашей деятельности. Все коммунальные отходы завосятся только на лицензированные места. У нас не было отмечено ни одного случая, когда бы твердые коммунальные отходы сваливались во враги или сжигались, или что-то с ними происходило не то, что должно быть. Напомню, что до начала нашей деятельности эти случаи были достаточно регулярно выявлялись. Что еще хочется отметить? Вот я считаю, что самым объективным показателем, который показывает, что эта реформа, это глобальное изменение законодательства было необходимо, и оно имеет очень положительный эффект в сфере экологии, это рост количества отходов, которые начали заходить на полигон. Эта цифра была совершенно случайно засечена, но она показала, что мусор просто прекратился. Прекратился сброс мусора в овраги, в какие-то несанкционированные места, или сжигаться прекратилось. Так вот, от 10 до 70% на каждом полигоне отмечен рост количества отходов. Это не воздух, это реальные отходы. Раз уж мы заговорили о полигонах, скажите, пожалуйста, сколько у нас в республике работает официальных полигонов, и на всех ли есть весы, и проходит ли мусор, радиационный контроль какой-то? У нас на территории республики 12 санкционированных полигонов. Из них только два имеют весы и видеонаблюдение. Естественно, на обоих это Новочебоксарское управление отходами, и это Маргаушский полигон. Там установлена система весового контроля, которая подключена к нашему оборудованию, и есть видеонаблюдение. То есть мы можем в любой момент времени проконтролировать заезд транспорта, что это за транспорт заехал и так далее. Насколько я знаю, дело в том, что полигоны не входят в сферу нашей ответственности, насколько я знаю, система радиационного контроля есть только в Новочебоксарске, на полигоне управления отходами. Больше остальные полигоны у нас, к сожалению, не оснащены вот этими видами техники. А планируется ли, действительно, это очень необходимо знать и контролировать, сколько мусора поступает на полигон? Насколько я знаю, давалось поручение Министерству природы установить весы. С нами нас тоже привлекают к этому процессу, то есть мы участвуем в совещаниях, поэтому эта работа ведется. Тарифная служба сказала о том, что в следующий год тариф будет установлен в весах. Это значит, что в тоннаже, не в кубах, как сейчас, а в тоннаже. Это означает, что полигоны не смогут эксплуатироваться без установки весов. Кстати, одна из проблем нашей мусорной реформы – это нехватка контейнерных площадок и самих контейнеров. Что за ситуация сейчас в муниципалитетах? Примерно цифры по контейнерам не хватает, в республике их целых 5000. И кто же все-таки сейчас, на данный момент, ответственен за эти контейнерные площадки и за сами контейнеры? Да, давайте разделим, вы абсолютно правы, разделим на два вопроса – контейнерные площадки и контейнеры. Контейнерные площадки с 1 января 2019 года здесь уже однозначно – это сфера ответственности муниципалитетов. Если они обслуживаются управляющими компаниями в городах или районных центрах, значит, это они этим занимаются. Если нет, то, значит, сельские поселения. То есть мы к контейнерным площадкам не имеем права ни устанавливать, ни определять координаты, и обслуживать тоже мы не имеем права. То есть это не наша задача. По поводу контейнеров. Да, действительно, с нового года у нас уже однозначно можно сказать, что обязанность по обеспечению недостающим количеством контейнеров ляжет на регионального оператора. Тарифная служба приняла тариф в начале декабря, а изменение в их методике, которое позволяет внести в тариф, заложить деньги на контейнеры, произошло в конце декабря 2018 года. Значит, в начале декабря, в конце декабря. Соответственно, на 2019 год у нас тариф установлен без контейнеров. То есть мы не можем понести эти расходы. Вот. С 2020 года, ну мы уже разговаривали с тарифной службой, ну и скорее всего нам заложат количество контейнеров какое-то в тариф. Но хочу сказать, тоже методика ограничивает сумму, на которую можно закупить контейнер на уровне 1% необходимой валовой выручки. В нашем случае это будет около 10 миллионов рублей. Значит, что такое 10 миллионов рублей? Это при 100% сборе. Значит, что такое 10 миллионов рублей? Это тысяча евроконтейнеров, которых мы привыкли в Чебоксарах и Новочебоксарском, и Марпасадском районе. Или где-то полторы тысячи металлических контейнеров прямоугольным, объемов 0,75 куба. Конечно же, этого не хватит для того, чтобы оснастить всю Чувашию. У нас сейчас 16 700 контейнеров на территории Чувашии. 12 800 площадок под накопление. Из них 4 400 – это площадки для бесконтейнерного сбора. То есть их все надо оснастить контейнерами. И мы эту работу обязательно будем вести. Сейчас мы запросили из муниципалитетов дополнительную информацию. То есть у нас есть та информация, где стоят контейнеры и какое их количество. Сейчас мы запросили информацию о том, какое количество и каких необходимо дополнительных контейнеров по мнению глав администрации. Эта информация вся будет сведена в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ. И совместно нам будет разработана программа, которую мы будем последовательно выполнять. Как вы все-таки считаете, когда мы придем к раздельному сбору мусора? И что для этого необходимо сделать в первую очередь? И нужен ли он, этот раздельный сбор? Раздельный сбор мусора необходим. Это наша стратегическая задача. То есть мы к нему идем. Сейчас поступило поручение Кабинета Министров разработать программу о проведении пилотных проектов по раздельному сбору мусора. Наверное, пока он будет дуальный. Ну, имеется в виду на две фракции. Те вторичные материальные ресурсы, которые можно отсортировать, досортировать. И остальные, в том числе и пищевые отходы, которые отсортировать уже будет невозможно. Или с минимальным выходом полезных фракций. Значит, сейчас, скорее всего, эти пилотные проекты будут проходить в Новом городе и Новочебоксарске. Сейчас мы продумываем, каким образом, на каких площадках будут установлены вот эти дополнительные контейнеры и за чей счет они будут установлены. Если этот пилотный проект пройдет успешно и будет внедрен на большой территории, и эти отходы будут приниматься бесплатно, таким образом региональный оператор снизит свои расходы в части утилизации, размещения отходов. А снизив наши расходы, автоматически снижается тариф на следующий год. Есть ли какие-то сроки внедрения, реализации этих проектов? В этом году вы хотите начать в следующем? В этом году это однозначно. Я думаю, в течение ближайшего полугода будут уже какие-то результаты. Не просто, наверное, к концу лета. Могу предположить. Виктор Владимирович, большое спасибо вам за ответы. Это была передача «По существу». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова